Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 августа. Я вот сейчас вышла снова собирать все свои томаты, но поговорить хочу с вами не о томатах, а о седиратах. Потому что я уже задумываюсь о посеве седиратов, несмотря на то, что у меня по-прежнему все томаты еще зеленые-зеленые, они еще не собираются останавливаться. Смотрите, они все еще больше наращивают. Мне даже некоторые, вот козанову, рука не поднимается, я еще их не обрезала до конца, все жалею-жалею. Но о седиратах я уже задумываюсь. И возможно я седираты начну сеять еще до того, как я выдерну эти томаты. Я вот прям просто буду рассыпать их, и пока они всходят, томаты как раз дозреют. Это делать мне придется, потому что у нас лето короткое, и если я поздно посею седираты, они не успеют вырасти на нужную высоту. Но тема сегодняшнего разговора не эта. Тема – выбор седиратов. Я вот в прошлом году сеяла горчицу, и я привыкла к таким традиционным седиратам. А сегодня утром я утром всегда читаю какие-нибудь статьи про растения. Я прочитала статью, что идеальным седиратом может являться гречка, что гречка землю обогащает, что после гречки все культуры растут прекрасно, особенно картофель. Ну а раз картофель, оно такое же посленовое, как томаты, там про томаты конкретно не сказано, но я подумала, они же одинаковые, у них одинаковые болезни, они потребляют одни и те же питательные вещества. Значит и томатам это может быть будет хорошо. Технология посева такая же, как горчица, например, которую я в прошлом году садила. Но так как я ни разу не высаживала в качестве седирата гречиху, гречку, а автор пишет там, что она намного лучше, превосходит и обогащает землю, и дает питательные вещества какие-то совсем другие, лучшие. И при применении вот этой гречки тогда, это бедная, ее применять нужно на бедных почвах. У меня как раз вот бедная песчаная почва. И я хочу спросить совета у тех, так, ну статью я прочитала, да, я информацию восприняла, но я всегда, я не верю просто на слово, хотелось бы услышать именно практика, потому что написать автор может тот, который даже не имеет огорода. Просто садятся, берут тему и пишут. Мы послушаем, сделаем, а может быть это ничего и не так, и не правда. Я такой человек, что я привыкла не только на слово, но хочу послушать опытных огородников. Я вот обращаюсь ко всем, может быть кто-то использовал гречку в качестве сидирата. Пожалуйста, напишите комментарий, поделитесь с нами, возможно это будет интересно и другим огородникам, не только мне, потому что большинство из нас имеют участки с бедными почвами, большинство из нас не имеют возможности каждый год подкладывать в землю перегной или новый вот этот чернозем или еще что-то, а минеральными удобрениями пользоваться не очень хочется. Может быть разок-другой можно применить гречку, она обогатит как-то почву. Я жду ответов от тех огородников, кто применял гречку и какое впечатление у вас осталось от применения гречки. Стоит ли ее сеять? И сразу второй вопрос, если вы применяли, скажите пожалуйста, где вы ее покупали и подойдет ли гречка, которая продается в огороде? Просто ни разу не пользовалась гречкой в качестве сидирата, мы привыкли ее только кушать, и я даже не знаю вот как ее, где брать. Если я решу, например, какую-то часть засеять гречкой, то ее нужно же где-то приобретать. Ну все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. В этот раз я сама прошу у вас совета, и может быть кто-нибудь поделится, и мы применим это на практике. Я обязательно попробую, чтобы потом всем рассказать, но я хочу все-таки мнение опытного огородника послушать. Все, спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok